Японская фирма FUSA, что раньше носила приставку Mitsubishi, презентовала Кантер нового поколения. О появлении свежей генерации на российском рынке пока ничего не говорится, но европейцам грузовичок уже предложили. На самом деле перед нами глубокая модернизация прежней машины. Однако японцы расщедрились на другое оформление кабины и полностью переосмысленный интерьер. Также Кантеру перепали современные электронные помощники. В гамму традиционно вошли самые разные версии, полной массой от 3,5 до 8,5 тонн. Соответственно и моторы тоже разные, отдачей от 130 до 175 сил. Но все они отвечают актуальным эко-нормам Евро-6. А теперь обсудим старые добрые дизельные грузовики. Правда, не такие уж старые. В июне DAF презентовал свежее поколение большегрузов, а сейчас поразился, как бойко новинку раскупают перевозчики. За месяц собрано больше тысячи заказов. Для марки это рекорд. При том, что клиенты видели только презентацию новинки, а запуск производства живых машин отложен аж до октября. В чем же причина столь ажиотажного спроса? Здесь не обойтись без предыстории. В Европе случилась маленькая, но важная революция. С осени 2020 года тамошние власти внезапно разрешили почти на нетр увеличить длину кабин бескапотных грузовиков. А первыми свежие правила умудрился применить именно DAF. Так, у DAF-овских кабин нового поколения появился небольшой полукапот. 16-сантиметровая сминаемая зона, повышающая пассивную безопасность грузовика. Плюс носатый передок существенно улучшает аэродинамику, снижая расход топлива. Кроме того, в гамме марки появились модели XG и XG+, у которых задняя стенка кабины отодвинута на 33 сантиметра. Это позволило организовать самый просторный спальник среди всех европейцев. Вот за всем этим перевозчики и занимают очередь. КАМАЗ рассказал, каких новинок стоит ждать до конца этого года. Так, в новом семействе КА-5 появится сидельный тягач 6х2, а также самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Кроме того, двухосному тягачу предстоит примерить газовый двигатель. Впрочем, об одной грядущей премьере челнинцы предпочли умолчать. Это перспективный среднетоннажник КОМПАС, который сейчас как раз осваивается на конвейере, а перед публикой предстанет на осеннем биеннале КОМТРАНС. Напомним, что КАМАЗовскому грузовичку предстоит бросить вызов газовскому Валдаю. Он, кстати, вскоре обрастет новыми версиями. А подробности мы узнаем все верно на упомянутом КОМТРАНСе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова